Приветствую всех из острова Биюкада, самого крупного из плинцевых островов, что в мраморном море. По-турецки острова Адалав, именно так называют еще острова. Предыдущее видео было из парона, на котором мы отправлялись из Тамбула, а именно из Кадыкюа. А сейчас приглашаю на прогулку по Биюкаде. Сразу же по прибытию мы зашли в пекарню кондитерскую Феррин попить чай с печеньками. И печенье оказалось таким вкусным, что мы купили его и с собой. Вообще печенье в пекарнях кондитерских для меня стало любовью в этот приезд в Стамбул. На мой вкус это вкуснее пахлавы во много раз. Также мы запаслись пачкой сухого кошачьего корма в ближайшем супермаркете Бим и отправились гулять по острову. 2 декабря, прекрасная погода, не жарит солнце, а приятно греет. И не нужно решать задачку, сколько же времени уделить на просмотр острова, а сколько времени уделить пляжному отдыху. Можно неспешно наслаждаться архитектурой домов и природой, вдыхать чистый воздух с ароматом сосен и моря. В аренду велики, а вот кары, электрокары, а вот велосипеды аренда. Киралык аренда по-турецки. Пишут в интернете, что нужно проверять тормоза. 2 декабря по погоде в Стамбуле. 16 тепла сегодня, ветер сильный был, мы выплывали из Стамбула. Волна была такая неплохая. Ну, сейчас как-то вот тихо здесь, на Биюкаде. Такие дома красивые на набережной. Идем, любуемся домами. Такая панорама. Вот такой дом. А мы купили корма и подкармливаем местных котиков. Их тут куча. Но не все едят корм. Не все. Кто-то хочет что-то посерьезнее. Реставрировать нужно этот дом. Красотища. Просто дом. Все из дерева. Главная особенность острова – исторические деревянные особняки. Почти на каждой улице можно встретить маленький дворец. Самые красивые особняки на острове находятся в районе Низам и Чанкая-Кады-Си. Такое шикарное дерево. А пальмы какие уже вековые. И вот за такими воротами вот такой домик. Вот там вход, конечно, очень презентабельный. Но за деревьями его не видно. А вот, друзья, посмотрите, какой замок. Дворец. Произведение искусства. Все из дерева, конечно. Такая резьба. Османский стиль. Красота. Тишина и покой. А вот такие автобусы здесь ездят. Благодаря тому, что в начале 20 века на острове Биюкада жили богатые и высокопоставленные чиновники, здесь было построено много роскошных загородных вилл. Кисе на охоте. Дома как брошенные. Да, дома как брошенные. Большинство из них расположено с правой стороны от порта. Сейчас деревянные каменные особняки используются под отели или являются частными резиденциями. Вот такой дом. Это улица Чанкайя. Вот такой выкрашенный в белый снежный цвет Чанкай отель. Тоже историческое здание. Транспорт электрический, экологический для острова. И рядом еще один. Но их объединяет... А, нет, не объединяет. Вот. Хавузлу. Коск. Беседка. И вот такой дом белоснежный тоже. С хвойным деревом. И там во дворе цветет кустарник какой-то. Старинный номер. Металлическая кованая калитка. Вот такая фантастика дом. Красивый. На Биюкаде находятся 9 греческих православных церквей, синагога, латинская и армянская церкви, мечеть, самые посещаемые монастыри святого Георгия Кудунского и преображения Господня. С вершины самого высокого южного холма Йоргии, где находится монастырь святого Георгия, открывается прекрасный вид. Холм, расположенный на северной части острова, называется Христос. Вот, нарушая традицию, как бы уже такую закономерность, точнее сказать, в другом тоне дерево цветущее и дом в другом тоне. С такой вот лестницей, такими балясами, не знаю, как называются. Балясины вот эти. Такой уже свеженький дом чей-то. Два подъема к нему ведут. Вы слышите это пение? Это просто услада для души. А какая терраса с цветами у этого дома? Просто фантастика. А напротив него вот такой, посмотрите, со шпилями дом. Ох, и красивый дом. Весь резной. Посмотрите, какой. Какие элементы. Это вообще нечто. Это нечто. Такая красота. И вот этот дом тоже в бежевом цвете, как предыдущий я показывала. Вон там навешали бунчук. Глаз турецкий. Назар Бунчук. Вот такой дворец. Второе декабря сегодня. В долине между холмами Йоргий и Христос находится церковь и монастырь Святого Николая и бывшая ярмарочная площадь, называемая Луна-парк. В западной части острова находится мыс Дельбурну, а на юге острова располагается пляж. В византийскую эпоху остров был местом ссылки знатных особ. К морю подойти нельзя, все за решеткой. То виллы на берегу, то вот территорию хапнули и сделали типа парк, который еще и закрыт. С этой стороны и вот с этой стороны и к морю не подойти. Привет! Кто впервые? Это твой кот. Мы прошли около трех километров, устали и решили остановить автобус, электроавтобус. На третьем из них по счету оказались свободные места. Кстати, на картах есть обозначенные остановки автобусов. Природа острова находится под охраной. Здесь нет промышленных предприятий, запрещено использование моторного транспорта. На Принцевых островах бережно относятся к экологии. Все передвигаются пешком, на велосипедах, в электротранспорте. Автобусное сообщение организовано мини-электробусами. Они работают вместо конных экипажей, которые запретили в конце 2020 года. На линиях работают электробусы двух типов, открытые и закрытые. Есть линии для местных и для туристов. На острове есть полноценный автовокзал и автобусный парк. Работают четыре маршрута. БА1, БА2, БА4, БА5. Маршрут для туристов номер 2. Оборот около 20 минут. Отправление по загрузке. Маршрут кольцевой. Посреди маршрута можно выйти, погулять, побродить. Но нет гарантии того, что вы сядете в автобус в очередной. Потому что часто они проносятся полные. Ну и, конечно же, придется платить по новой. Вот на таком автобусе мы ехали. Здесь у них как конечная разворотная. Такие электрокары. Никаких лошадей не видно абсолютно. По Истамбул карта-плата. Очень удобно. На остановке. Возле каждой остановки автобусик. В конце путешествия все возвращаются в город, где обедают и сидят на парон. Основные рестораны расположены слева от порта. Мы также зашли поесть турецкой чербы, попить чая и отправились обратно в Кадыкёй. Кадыкс Субтитры делал DimaTorzok Для первой поездки его более чем достаточно погулять, пообедать и вернуться обратно. Хорошую погоду это идеальное место для пикника и отдыха на пляже. Середина и юг острова покрыты сосновыми лесами и охраняются. Места для пикников огорожены, вход платный. Вот почему мы не смогли попасть к морю, поскольку береговая часть была лесная. Сегодня на самом большом острове архипелага Адалар проживает более 7 тысяч жителей. Площадь острова составляет 5,4 квадратных километра. Летом население увеличивается в несколько раз. Бьюикада – любимое место отдыха жителей Стамбула. На острове они проходят выходной или отпуск. Туристы могут остановиться в гостиницах. На Бьюикаде есть несколько национальных природных парков. Каждый, кто посетил впервые улицы острова, мечтает здесь иметь дом и жить на этих прекрасных и тихих улицах.